И в продолжении медицинской темы, но с положительной тенденцией. Комфортно и чисто, так теперь говорят о своей поликлинике жители Заволжского района. В помещениях прошел ремонт, первый масштабный за четверть века. В центр района перенесен пункт выдачи лекарств для льготников, но на этом модернизация не закончится. Весной появится еще один филиал поликлиники. Руководитель города Алексей Малютин проверил качество ремонта. Перспективы развития Заволжской медицины оценила Марина Смарагдова. Как говорится, почувствуйте разницу, что в прошлом, что в настоящем. Первый этаж Заволжской поликлиники на улице Маяковского не узнать. Ремонт первого этажа длился с сентября по декабрь 2015-го и стал последним медицинским аккордом года. Поменяли окна, все пластиковое. По доступной среде у нас стало для инвалидов удобно низкое окно, которые могут обратиться, приехав на коляске. Это далеко не все. Потолок, входные группы, пол, стены, расписание работы. Все новое. Хирургический кабинет тоже блистает новизной и свежестью. В идеале так должна выглядеть вся поликлиника. Чтобы приблизить медицину к людям, будет открыт офис врачей общей практики в центре Заволжского района. Когда мы в марте месяце переведем 8 участков строителей, мы постараемся здесь количество регистраторов не уменьшать. Мы планируем здесь развивать дневной стационар. То есть планируем строительство, лицензирование дневного стационара по гинекологии, по хирургии, делая акценты на увеличение амбулаторно-поликлинического звена. В третьей клинической больнице прикреплено более 73 тысяч Заволжан. Раньше льготники получали лекарства прямо в помещении поликлиники. Очереди, ругань, давк – это в прошлом. Обслуживание тех, кто получает льготы, вынесено в аптеку на проспекте машиностроителей. А здесь-то вот, видите, никого нет. Надеемся, что лучше стало. Ну, я думаю, что лучше. Мы получили льготу и по федеральной льготе медикаменты, и по региональной. То есть у нас сейчас очень благоприятная картина по медикаментам. Вы можете посмотреть сами. Полный ассортимент. Так как мы физически не можем поликлинику перенести в центральную часть района, надо ее приблизить к населению. Поэтому и открытие в марте кабинета врачей общей практики на машиностроителей 16 и принос пункта выдачи льготных лекарств на машиностроителей позволяет людям сократить время, которое они раньше тратили, чтобы добраться до поликлиники. Марина Смарадова, Михаил Орлов.